Улицу Егорова Мы убираем центральные улицы, магистральные, это с движением автобусных маршрутов и троллейбусных маршрутов. Также мы убираем в первую очередь подходы к школам, подходы к больницам, остановочные комплексы и пешеходные переходы. Качественные уборки снега мешают припаркованные автомобили. Есть и кадровые проблемы. Не хватает порядка 20 трактористов. Если брать по ручной уборке, порядка 100 человек. По правилам, наверное, все должно быть очищено до твердого покрытия. Но в связи с тем, что у нас прошли такие сильнейшие снегопады, где выпало больше полуметра осадков, это сделать просто физически невозможно. За уборку придомовых территорий ответственность несут управляющие компании. Коммунальщики наводят чистоту после обильных снегопадов во дворе дома номер 31 по улице Растопчина. Трактор убирает снежную кашу. Этот дом обслуживает ООО «МУБЖРЭ». Под управлением этой организации 180 домов. В морозы работать сложнее, говорят коммунальщики. Мокрый снег техника собирает лучше. Когда надо убрать, а у нас 104 правило, мы должны убрать до твердого основания, конечно, оттепель в помощь, потому что это более легче работать техники, сгребать намного легче, чем замерзший лед. Нельзя доводить до льда. В обильные снегопады дворы расчищают 10 видов спецтехники и около сотни дворников ООО «МУБЖРЭП», в том числе тракторы, работающие по найму. Один час работы тяжелой техники обходится в 2700 рублей. Для качественной уборки достаточно двух часов. Процесс часто тормозят автомобили, которые припаркованы у подъездов. Есть дворы, где происходит быстро, где нет парковочных мест, где жители убирают машины. Мы очень быстро организовываем работу. Этот двор удобный. То есть есть проездная, и жители организовали парковочные места. То есть работе техники вот этот двор не мешает. Но есть дворы там, где в два ряда по одной машине ездят, а по другой ставят. И все. И техника такая большая, мощная, пройти ей сложно. А вот для расчистки пешеходных дорожек и труднодоступных мест использует миниатюрный манипулятор «Крамер-350». Чем уникален этот погрузчик? Ну, то, что он маленький, и у него полный привод, и все колеса поворачиваются. Ну, где большой не возьмет, там я. Уборка города находится на контроле мэрии. За нарушение правил по благоустройству предусмотрены штрафы. Для граждан штраф до 3 тысяч рублей, для должностных лиц до 20 тысяч рублей, на юридическое лицо до 50 тысяч рублей за подобные нарушения. Уполномоченными лицами составлено уже 6 протоколов о нарушении правил благоустройства. За не вовремя убранный снег. И в работе находится порядка 40, если быть точно, 39 административных дел. На качество зимней уборки дорог владимирцы могут пожаловаться в ЦУГД. Телефоны указаны на экране. А вот пожаловаться на управкомпании можно в управлении ЖКХ по горячей линии. В рабочее время звонки принимают по телефону 53-26-30. Вечером и по выходным можно дозвониться по номеру 53-11-48. Евгений Павлов, Артем Замоскин, 6 канал.